12-й генный ключ. Дар – развлечение. Развлечение может показаться совсем не похожим на дар. Но действительно, поняв 12-й генный ключ, вы увидите, какой огромной силой он обладает. Различать означает заведомо знать, что и кто полезно для вас в жизни. Энергия тщеславия легко становится саморазрушительной, если только не найти ей правильного применения. Именно в этом цель – развлечение. Оно превращает в искусство ваше тщеславие, стремление быть лучше или как-то чище других. 12-й дар прочно связан с искусствами, с музыкой, речью, танцем, драмой и, прежде всего, с любовью. Любовь 12-го дара – это не универсальная любовь, как в 25-м генном ключе. Это влюбленность, это человеческая любовь со всеми ее драмами, одержимостью, красотой и опасностями. Суть тщеславия – в себелюбии, тогда как развлечение – это, прежде всего, любовь к людям и вещам, приносящим вам удовольствие. Суть 12-го дара заключается в чувствах. Если этот дар акцентирован в хологенетическом профиле, вся ваша жизнь будет проходить под влиянием чувств и эмоций. Ваш дар в том, чтобы делиться этими чувствами. И вы можете делать это множеством способов. Обладая всей мощью этого дара, вы осознаете красоту истинного выражения, а также можете распознавать, когда что-то или кто-то не выражает истинную душу. Это может сделать вас превосходным критиком. Однако этот дар не связан с критикой недостатков и особенностей других. Его предназначение в том, чтобы выявлять неистинность. Развлечение настраивает вас на более высокую частоту, что означает его способность метафорически видеть сквозь стены. Всякий раз, когда кто-то притворяется или вынашивает скрытые планы, человек с даром развлечения немедленно это почувствует как глубокий дискомфорт. Он не доверяет ничему, во что не влюбляется, включая людей в его жизни. Для такого человека подлинность – это все. Обладатели двенадцатого дара не могут обмануть чародеи или идеалисты. Они испытывают глубокое уважение к чистоте, основанное на естественном благоразумии. Программный партнер двенадцатого дара – одиннадцатый дар идеализма. Поэтому эти люди тоже идеалисты, но они понимают, что идеализм требует баланса, прагматизма и развлечения. Иначе он остается всего лишь несбыточной мечтой. Дар развлечения действительно выделяет вас из толпы. При этом у него нет выбора, поскольку он естественным образом ищет более высокую частоту. Он представляет аспект ДНК, постоянно стремящийся к чему-то более высокому и чистому, а потому открыто бросающий вызов всему, что находится под влиянием компромисса. Развлечение дает человечеству вкус более высокого порядка, действующего за кулисами жизни. Вот почему оно так часто проявляется в подлинном искусстве, а обладатели этого дара – его настоящие ценители. Двенадцатый дар не отказывается ни от чего истинного, каким бы безнравственным оно ни было. Эти люди прекрасно разбираются в еде, музыке и языке. Они могут стать великими художниками, виртуозными музыкантами, поэтами, актерами и наставниками человечества. Их дар в том, чтобы бесстрашно войти в жизненную драму, пропуская ее через свои вены и выражая в своих чувствах. Глубина чувств, вызываемая этим даром, говорит нам что-то очень важное о направлении развития человеческого рода. Мы здесь, чтобы научиться выражать глубочайшие желания и чувства наших душ. Вот почему мы должны овладевать речью и искусствами, представляющими область трансформации, с помощью которой мы можем выйти за пределы эмоций и достичь более высоких уровней. Двенадцатый дар порождает великих наставников человечества, редких людей, способных впустить искусство в свое сердце и одновременно передать его суть другим, благодаря выразительности своей речи. Все проявления истинной страсти вызваны двенадцатым даром. Эта страсть всеохватывающая и всепоглощающая, но в то же время чрезвычайно утонченное. В конечном счете этих людей ведет миф о настоящей любви. Именно к ней они стремятся в глубине души. И именно поэтому их действия и слова в самом высоком проявлении отражают всю красоту и боль этого страстного человеческого желания. Связанный с системой щитовидной железы, двенадцатый дар содержит великое учение о трансформации и смерти. Все высокое искусство содержит те же коды, что и двенадцатый дар, о том, что жизнь связана с преобразованием, а смерть – это символическое перемещение от одной стадии сознания к другой. Эти истины веками зашифровывались в великих трагедиях и комедиях, а усваиваются и передаются они благодаря эмоциональной природе человека. Именно система щитовидной железы управляет метаболизмом и оказывает огромное влияние на энергию, настроение и дыхание. Смеясь или плача, вы вступаете в священную сферу преобразования. Именно через смех и слезы трансцендентное входит в тело, изменяя его химию и паттерн дыхания. Из всех генных ключей двенадцатый дар представляет мифический переход от одного состояния к другому, более высокому, в котором стопкодон разрывает идентификацию с прошлым и навсегда преобразует вас во что-то совершенно другое.